Дорогие читатели, предлагаем послушать поразительные истории об удивительных девочках, которые с возрастом добились невероятных высот. В чём их секрет? Эти будущие исключительные личности научились слушать своё сердце и идти за мечтой, следуя её зову, а также посвятили много времени достижению своих целей, которых добивались даже тогда, когда никто не верил в их успех. Это реальные истории женщин, не дрогнувших под натиском судьбы и сумевших доказать себе и миру, что даже самая хрупкая и нежная представительница прекрасной половины человечества способна бороться и побеждать, падать и подниматься, защищать себя и своих близких, не теряя при этом способности любить и дарить свою любовь тем, кто ей дорог. Анна Павлова – величайшая балерина XX века, которая на весь мир прославила искусство русского балета. Загадочная улыбка, невероятная пластика и феноменальная работоспособность делали балерину настоящим вдохновением для всех, кто видел её танец. Будущая балерина родилась 12 февраля 1881 года в военном госпитале Петербурга. Её матерью была прачка Любовь Фёдоровна, дочку воспитывала одна. С рождения у Анны было слабое здоровье, так что Любовь Фёдоровна отвезла дочь в деревню Лигово под Петербургом. Целебный и чистый воздух посёлка значительно помог укрепить здоровье девочки. Современники Павловой писали в мемуарах, что жизнь в деревне подарила впечатлительной Анне понимание природы, которое глубоко затронуло её душу. В очередную поездку в Петербург маленькая Анна попала на балет «Спящая красавица» и восхитилась парящими на сцене артистами. Театр похитил её сердце навсегда. С этого дня юная барышня не желала думать ни о чём, кроме балетной школы. В возрасте 10 лет Анна Павлова поступила в Императорское театральное училище. Строжайшие дисциплины и ежедневные занятия закалили характер молодой балерины. Учителя между собой переговаривались. Это Анна Павлова, такая худенькая, но что за железная воля, а какой талант. Окончив училище, с отличием, в 1899 году Анне предложили роль первого плана в Мариинском театре. Вместе с Анной Павловой учились и другие талантливые ребята. Среди них был Михаил Фокин. В то время он был начинающим хореографом, полным идей и энтузиазма. Как-то раз Анна попросила его сочинить что-нибудь специально для неё. Он ответил, «Конечно, это будет честью для меня». Однажды они гуляли у озера, и к ним подплыли лебеди, ожидающие чего-нибудь ясного. Анна сказала, «Как же мне нравятся лебеди. Я часто сюда прихожу». Михаил посмотрел на неё так, словно впервые увидел, «Ты будешь лебедем, Анна. Я создам для тебя самую прекрасную в истории хореографическую постановку». Любовь, страсть, красота, трагедия. Так и вижу, ты в роли величественного лебедя, одета в белое, на фоне голубого неба, которое вот-вот померкнет навсегда. Вот увидишь, этот спектакль будет легендарным. Анна старалась изо всех сил, практиковалась днём и ночью. Ей хотелось не просто передать элегантность лебедя, а по-настоящему стать созданием, которое проживает на сцене последние моменты своей жизни. Хотелось передать его страдания, его лихорадочную грацию. Как и предвидел Михаил, умирающий лебедь прославил Анну Павлову. Это произведение навсегда осталось её любимым. Овации зрителей не сделали её высокомерной. Наоборот, она стала лучше понимать, в чём состоит настоящее предназначение танцора. Сделать так, чтобы люди хотя бы на пару часов забыли о своих проблемах и горестях. Анна навсегда запомнила свой первый поход в Мариинский театр. Её семья была небогатой, у неё не было отца и прекрасные феи спящей красавицы спасли её. А теперь у Анны появилась возможность или даже обязанность дарить это чудо другим. Поэтому она решила основать собственную балетную труппу, где стала примой балериной. Они объехали весь мир, показывали величайшие балетные постановки. Жизель, Лебединое озеро, Золушка и другие там, где никто их не видел. Неважно, где находился театр или насколько трудно было добраться до этого места. Ей хотелось лишь одного – радовать тех, кто верил в её талант. До самого конца жизни Анна Павлова продолжала репетировать и танцевать без устали, как и положено настоящей балерине. Валентина Терешкова – всем известная первая женщина, побывавшая в космосе. И сейчас она остаётся единственной в мире женщиной, отправившейся в космический полёт в одиночку. Она также стала первой женщиной в России, удостоенной звания генерал-майора. Валентина Владимировна навеки вписала своё имя в историю Советского Союза, России и всего мира. Валентина Терешкова родилась в небольшой деревне в Советском Союзе, близ реки Волги. Отец погиб на войне, когда ей было всего два года. Маленькую Валю, брата и сестру растила одна мама – простая рабочая. Ей было нелегко. Поэтому в 16 лет Валентина была вынуждена оставить учёбу и пойти трудиться на завод. Но она так любила учиться, что поступила в вечернюю школу и в конце концов получила аттестат. Благодаря одной своей подруге Валентина увлеклась парашютным спортом. В 22 года она совершила свой первый прыжок после того, как преодолела множество страхов. Синего неба и вид, который открывался на Землю с высоты, сразу покорили девушку. Валентина стала ходить в аэроклуб, в котором совершила 90 прыжков с парашютом. В 1962 году Советское правительство приняло решение о наборе женщин в отряд подготовки космонавтов. Валентина сразу же записалась в отряд добровольцев. Опыт парашютистки очень помог девушке, и Валентину Терешкову выбрали из множества других кандидаток. Она приступила к тренировкам. Подготовительная программа была сложной и насыщенной. Так девушка развивала устойчивость организма к невесомости, особенностям полёта в космической ракете, испытывала возможности организма в экстремальных условиях, училась пользоваться скафандром. И вот после того, как девушке исполнилось 26 лет, 16 июня 1963 года состоялся исторический космический полёт первой женщины-космонавта. Валентине Терешковой предстояло лететь на космическом корабле «Восток-6». Успешный старт был совершён на космодроме Байконур. «Здравствуй, Вселенная! Какая же ты красивая!» – вспоминала Валентина заворожённая тёмно-синим цветом неба и необыкновенным горизонтом. Из динамика системы связи доносились успокаивающие голоса других космонавтов, которые наблюдали за ней через камеру, установленную на корабле. В качестве позывного было слово «чайка». Как вспоминала первая женщина-космонавт, там в необъятном космосе я чувствовала себя так, будто у меня и вправду есть крылья. Во время полёта надо было наблюдать за тем, как тело реагирует на пребывание в космосе, фотографировать горизонт, делать записи и следить за курсом космического корабля. Задача была не из лёгких, особенно в течение первых нескольких оборотов вокруг Земли. Но несмотря на тошноту и усталость, девушка вскоре привыкла к обстановке и даже попросила, чтобы её путешествия продлили. Разговаривая с Землёй, она смеялась и шутила, а как-то даже спели все вместе. Спустя два дня, 22 часа и 48 полных оборотов пришёл срок возвращаться назад. Девушка и так уже провела в космосе гораздо больше времени, чем изначально предполагалось. В нескольких километрах от поверхности Земли её кресло катапультировалось из корабля, и она без помех приземлилась при помощи парашюта. «Я так гордилась тем, что мне довелось стать первой женщиной в космосе», — вспоминала Валентина Терешкова. Спустя несколько дней ей присвоили звание лётчика-космонавта СССР. Посвятили несколько почтовых марок и памятную монету. В честь Валентины Терешковой назвали строй 1671 «Чайка». Её имя носят кратер на Луне. Когда у первой женщины-космонавта спросили, как Земля выглядит из космоса, она ответила, «Она очаровательна, как невеста в белой фатье». Это путешествие продемонстрировало всего миру, что женщины могут летать в космос, наравне с мужчинами. Точно так же, как птица не может лететь с одним крылом, исследование космоса не может быть полноценным без активного участия женщин. Зинаида Ермольева — одна из известнейших учёных 20 века. Выдающийся микробиолог и эпидемиолог. Она получила первый пеницилен в СССР. Всю жизнь Ермольева неустанно исследовала биохимию микробов. Она смогла найти практическое применение антибактериальным препаратом, чем спасла десятки тысяч жизней на фронте и в тылу. А в мирное время её открытие сохранило ещё миллионы жизней. Юная Зинаида Ермольева любила две вещи — медицину и музыку Чайковского. Трагическая смерть великого композитора от холеры до глубины души поразила девушку. Наверняка можно было спасти гения. Если бы она родилась на 30 лет раньше, то точно нашла бы способ сохранить Чайковскому жизнь. Но Зинаиде не нужно было отправляться в прошлое за лекарством. В будущем она его сама изобретёт, и это станет не единственным её открытием. Она появилась на свет в семье казачьего старшины и воспитывалась в доме, где царили строгость и дисциплина. В школе она училась блестяще и окончила золотой медалью Мариинскую женскую гимназию Новочеркасска. В 1915 году успешно поступила на медицинский факультет Донского университета, который окончила в 23 года. Со второго курса уже стало понятно, что микробиология станет делом всей её жизни. Получив диплом и погрузившись в науку, Зинаи Ермольева вплотную занялась изучением холеры, открыв светящийся холеброподобный вибрион. Позже его назовут в её честь. В 1922 году, когда Зинаиде было 23 года, в Ростове-на-Дону произошла вспышка холеры. И она чуть не умерла тогда. Как истинный учёный, во имя науки девушка поставила на себя опасный опыт. Она выпила воду с возбудителем страшной инфекции, чтобы понять, как развивается болезнь. И вскоре после эксперимента был разработан и стал широко применяться способ хлорирования воды. Пресекающий распространение холеры. Карьера молодой учёной в медицине была успешной. В возрасте 27 лет она возглавила отдел биохимии и микробов в биохимическом институте в Москве. Ей суждено было обогатить мировую науку несколькими серьёзными открытиями и разработками. В 1939 году её направили в командировку в Афганистан. Там с группой коллег её и был создан препарат, за разработку которого она получила звание профессора. Лекарство было очень эффективно во время эпидемии холеры, дифтерии и брюшного тифа. Она защитила докторскую диссертацию и вместе со своими коллегами предотвратила масштабную эпидемию холеры, надвигающуюся на Советский Союз из Афганистана. Во время Великой Отечественной войны Зинаида продолжала сражаться с холерой. Защитила от эпидемии Сталинград. В разгар кровопролитной битвы она и её содвижники и коллеги провели в осаждённом городе тотальную дезинфекцию. В подвале полуразрушенного дома эпидемиологи наладили выпуск бактериофага, вируса, проникающего в бактерию и убивающего его, который раздавали жителям Сталинграда. Ежедневно препарат получали 50 тысяч человек. В 1942 году там же, в Сталинграде, Ермольева сотворила ещё одно чудо. Из плесени, собранной со стен бомбоубежища, создала первый отечественный антибиотик – пенициллин-крустозин. Страшно подумать, но всего 80 лет назад люди умирали от заражения кровью, получив мелкую ранку, ожог или порез. Во время войны новое лекарство спасло множество жизней. Пенициллин Ермольева задерживал рост микробов, вызывающих заражение крови, воспаление лёгких и гангрену. Вскоре антибиотик пошёл в массовое производство и тоже при её активном участии. После войны госпожа Пенициллин, как её называл нобелевский лауреат Говард Флори, продолжила заниматься наукой. Она возглавила Институт биологической профилактики инфекций. Здесь она заведовала отделом экспериментальной терапии. С 1952 года и до конца жизни Зинаида Ермольева возглавляла кафедру микробиологии и лабораторию новых антибиотиков. Она создавала всё новые антибиотики, вела активную научную деятельность. Из-под пера профессора Ермольевой вышло более 500 научных работ, шесть из которых монографии. Безгранично преданная делу своей жизни, она стала прототипом главной героини романа Вениамина Каверина «Открытая книга», по которым был снят одноимённый художественный многосерийный фильм, где героиню сыграла Ия Савина. Продолжение следует...